И именно сегодня очень много осужденных, и это как такой небольшой знак солидарности с ними. Позор! 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 За что? За что? Позор! Позор! Меняемая Котову статья средней тяжести. По аналогичным делам активистов из Коломны и Шиеса не потребовались. Ура! Ура! Кем-то меня пугает, такое количество не высот. Приедете. Приеду. А вы перестанете говорить слово осужденных? Можно с вами? Мне кажется, что это сильно актуально сейчас. Си восемь. Ну, потому что выходные в Москве напоминают тюремную проверку. Ну и все. А что еще сказать? Типа людей сажают на пять лет вообще за спит и все остальное. Более актуального искусства сейчас сложно найти в Москве. Я выбрала татуировку, где альпинисты узбираются по такому мостику небольшому. Это мне очень понравилось. Это свои темы про преодоление себя. Просто показать, что у них была ситуация, когда они могли попасть в тюремную, но избежали их. Как мы делаем, я воспринимаю это как такую психотерапию. Это мое высказывание самое для себя, то, что есть какая-то польза в том, что я провела эти годы. То есть, получается, я потихнула часть тюремной эстетики, я могу ее использовать в своем искусстве. И Олег может использовать ее в своем. Ну, это символ того, что один человек может противостоять очень большой силе, даже если эта сила имеет какую-то огромную мощь. Если она плохая, то один хороший человек способен ей противостоять. Есть преступники, но есть и виды попавших туда людей. Это два основных вида людей в тюрьме. А в этом плане ничего не меняется. Типа, примерно за всю историю. Субтитры создавал DimaTorzok